Доброе утро! Ночь была веселая, где-то в 22 часа пришли гости, культурно постучались в палатку, говорит, вылазь, а то велосипед заберем. Ну я вылез, говорю, что кричите? Ну они наливают мне самогона, ретвей. Пошлось выпить, чтобы не было конфликта. Нормальные четыре мужика таких моего возраста. Ну а с утра я уже себе приготовил. Это гречневая каша с молоком, уже почти съел. Кофе с молоком, ну то есть со сливками. И есть у меня еще халва. Так, ну и все. Так что сейчас соберусь и дальше. Вот какой вид у меня с окна. Да, для того, чтобы спать в таком шуме, нужно обязательно берушу. Поэтому когда стучали, я не сразу услышал. Пока вытащил берушу еще. Ну ничего. Ну все, дальше в путь. Покидаю место стоянки. Сейчас выбираю минеральную воду с собой. Сейчас будет 5 километров еще подъема вверх. Потом 5 километров вверх и получается за этих 5 километров наберу высоту 265 метров. Ну а дальше вроде будет или ровно, или или спуск. Солнце зашло. И вот моя дорога. Покидаю село Ужок, в котором, в принципе, в самом конце я ночевал. Какие прекрасные виды горы. Это почти самый верх. Доброе утро. Доброе утро. Мои родные люди, люди. Доброе утро. Всем тем, кого вы любите. Доброе утро. Идем, пусть добрым будем. Дыши свободно. И проживи веками карантин. Ну давай, ну Коля, ты мой. Давай, давай. Похоже, я забрался на самый перевал, самый верх. Впереди он прикордонная служба. Кстати, поезд вывернул из горы. Прямо здесь пельсы проходят. Львовская область начинается здесь. И вот меня уже встречает. Сейчас спросит, а что ты тут делаешь? Проверили документы. Сказали, все в порядке и езжай дальше. Все. Дальше уже есть небольшой еще подъемчик, но уже ровненько. То есть я перевалил через перевал. Во Львовской области новый асфальт лежит. Видно, недавно ремонтировали. Еще только одну полосу сделали, вторую еще не дошли. Только один по кругу сделали. Вот так вот. Въезжаешь в новую область и сразу другая совсем дорога. Красота. Там вижу подъемник. Идет на самую гору. Туман. И вот тут прямо граница тумана. Сейчас буду в нее въезжать. Немножко подъем. И там видно в яме. Там туман непроглядный. Все, въезжаю в туман. Думаю, что это у меня так колесо виляет. А это у меня первая спица полетела. Сейчас попробую поменять, не снимая колеса и не снимая сумки. Ну что, попробуем. Одну спицу поменял, не снимая колеса. Но вторую, увидел, что вторая еще. Но она с другой стороны. Поэтому придется снимать шестерни, снимать колесо, чтобы поменять. Заменил две спицы. Одну заменил, не снимая сумки и колеса. Но вторую пришлось снимать колесо. Снимать шестерни. Пока я этим занимался, туман разошелся. Немножко ветерок поднялся. Облака. Ну, можно ехать дальше. Хорошее место для того, чтобы можно было бы тут остановиться. Дорогу, кстати, здесь поремонтировали. Но еще не до конца видно еще один слой будет ложить. Потому что сейчас устанавливают эти отливы. И они чуть выше дороги стоят. Поэтому их будет еще слой асфальта накладывать. Львовская область. Молодцы. Нашел на дороге две сумки. Четыре вещи. Там вещи, наушники и даже от Тим-карты, в которой написан номер. Я звонил по этому номеру, но никто не отвечает. Несколько раз звонил. Никто не поднимает трубку. Хотя телефон работает. Не знаю, как так получилось. С машины выпало или с чего. Где сумки? Я записал GPS координаты. Так что, если хозяин мне перезвонит. То я ему скажу координаты. Горы немного в дымке. Но все равно красота неописуемая. Ради этих только видов стоит сюда приехать. Разогнавшись со скоростью 50 км в час, даже не крутить. Отличная дорога. Спуск очень резкий. И тут неожиданно вот такая дорога на мосту. То есть, дорога сделана до моста и после моста. А сам мост, видно, делает другая служба. Поэтому будьте осторожны. Вот, мост закончился. И сразу началась другая дорога совсем. Прямо полоса. Вот так вот строят. На дороге табличка. Осторожно камнепад. Как интересно тут слои камней. Ну и теперь буду рядом с поездом ехать и речкой. Между гор петлять. В этом месте поезд опять неряет в туннель. Населенный пункт Явара. Становится прохладно. Там тучки такие холодные. Та же картина. Хорошая дорога. Начинается мост. И все. Нет дороги. И заканчивается мост. Тоже хорошая дорога. Начался дождь. Капает. Я решил тут остановиться покушать. Написано корчма, сауна, мотель. Тут интересно такое место. Люди тут приезжают на машинах. Живут здесь. Дышат воздухом. Дождь конечно такой моросящий. Нам бы он и не помеха был бы. Но все таки кушать хочется. Надо покушать и дальше бояться. Вот такая мельница. Колодец. Декоративные. Вон такие. Растут здесь. Это не дико растущие. Они побольше будут. Тут. Там где я припарковал свой велосипед. Велосипед припаркованный. Надо его конечно под навес нибудь спрятать. И корчма. Вот такое здесь место. Есть Wi-Fi. Ребенок он сидит и играется. Уже заказ я сделал. Уже и принесли. Там розетка. Сейчас покажу. Резетка. Можно подзарядиться. И супчик мне принесли. Вот такое. Сейчас буду кушать. Это на первое заказал. Принесли второе. Рис. Отбивная. С огульчиками. Ничего не пробовал. Сейчас попробуем. Вкусно. 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 Можно тут отдохнуть. И посмотреть любимую передачу Орел Оришка. Очень вкусно. Просто наверное сильно голодный. Мне бы все было бы очень вкусно. Многое расходуется энергией. Особенно горы. Вверх. Но вниз еще. Ладно. Он тут не просто одни спуски. Идет вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Нету такого шутка. Ровно-ровно. Я проехал около 40 километров. Чуть больше 40. Солнышко выжинуло. Так что можно будет и ездить. И ехать дальше. Весь обед обошелся в 70 гривен ровно. Еще и подзарядился от розетки и посмотрел Орел Оришка. Верхний лужок. Это городок старый Самбур. Там впереди еще есть Самбур. Еще один. Но это старый. Административное здание. Какой-то памятник написан националистам. Там памятник Шевченко есть. Церковь одна, там другая. Вот такой обычный городочек. Немножко передохнул. Вокзал. Железнодорожный вокзал. Тут ходят электрички на Львов. Прямо за вокзалом автовокзал. Но мы своим ходом поедем. Я могу с уверенностью сказать, что я был в старом Самбуре. Он действительно очень старый. 940 года. Дальше дорога ровная пошла. И гор почти нету. Там немножко. Ну-ка. Дальше дорога. Такие красивые домики тут, немного рекомендуется. В этом местности что-то очень мало магазинов, где можно рассчитаться карточкой, а наличные у меня почти закончились, вот это один из них где можно рассчитаться карточкой. Продукты Чум Мак. Купил для подкрепления халва с арахисом, овсяное печенье и фанта, чтобы это все запивать. Пока подкреплялся, поговорил с водителем в этой машине. 28 литров кушает на 100 км, как джип. Смотрите, какая зловещая тучка. Мне как раз вон туда надо ехать, где она самая большая. В самом Самбаре плохие дороги и трасса, которая идет на Львов от Самбара, вообще ужасная. Здесь ехать невозможно, очень сложно. Еще и машин много. Ну ничего. Нормально, беленько, справно, все не требует помощи. Ну вообще выглядело две спицы, но поменял их на ходу. Сами поменял их? Да. Ясно. А сколько вам лет? 65. У меня 45 еще далеко. Все на все 23. Все на все? Так. Ну молодец. И что, просто катаетесь? Я даже в школу спортивную и дробицкую. Я в школу, у нас есть тренер, у вас один молодец. У вашего века, у нас все ваши века. А все приятные руки. Вот 10, 30, 32. Мы имеем чемпионер в Украине. С сыном Попович Ярославе теперь свиту. Попович Ярославе, да? Да. А сейчас тренер, знаете, не фиолетарь Андрея Грибкова. Разом мы ездили. Ну и сейчас мы ездили. У нас есть спортивный трек, американский спортивный директор. Ну у вас карбоновый велосипед. Карбоновый велосипед. Ему уже где-то 14 лет. Вот эта фирма Кольнагу, то есть хорошая, качественная. Легенды. И падали на нем? А? Не падали на нем? Падал, я падал. Проломали? Трескалось? Романи, слава Богу. Ну, как его звать до речи? Николай. Павло. Дуже приятно, Микола. Будем знакомить. Дуже приятно. Нормальный, легкий. А я сегодня... Да я знаю. Ну, карбон, карбон, так. Вообще. Это старая модель, но он надел... Килограмм 7, наверное, все весит, да? Он компактный, жесткий, гарный велик. Я сегодня был в церкви. Ну что работе? Женька лежит в телек. А я на столе. Я еду здесь. Можливо, в Старий Стамбер. Можливо, куда-то. Ясно. Ну, я сегодня на перевал поднялся и сюда доехал. Какой перевал? По 96 км. Молодець, молодець. А вы тоже 96 км проехали? Так. Здорово, кто сможет 65 лет и так вот ездить? Все на все, ради Бога. Я хожу на руках в Вильню, я делаю стальто. 96 км проехал, как и я сегодня. Так, так. Скоро езжу. Так вы еще будете куда-то ехать? Ну, я сейчас там беру сам на секунду. Звати другу. Туда и опять и назад? Да. Ресторан-музей. Готель-музей. Княжи. Как вам вид из палатки? Прямо на такой старинный дом. Гостиница и музей он. Я увеличу. О! О! Остановился на стоянку. На ночевку. Это последняя ночевка в палатке. Завтра будет Львов. Кстати, до Львова осталось 30 км. Я немножко свернул с той дороги, по которой ехал очень плохой. Свернул, проехал 5 км и она выехала прямо на международную трассу. Вот осталось по этой трассе до вокзала 30 км. Но я думаю, у меня еще будет время поездить по Львову и вечером на поезд. Так что завтра будет Львов. Да, сегодня я проехал 138 км в 550 метров. Но, как я обещал прогноз, пошел дождь. Завтра, кстати, тоже обещают постоянно дождь. А что я приготовил себе на ужин? На первое суп гороховый. Вот с такого пакетика. И на второе это Ролтон Дермишель. Вот она уже запарилась, наверное. Ну и хлеб еще не остался. Вот такой у меня ужин. Это Ролтон Дермишель. Продолжение следует...